Это шоу Пьера Бёртона и сегодня в программе Брюс Ли, китайская суперзвезда. Сегодняшний выпуск 9 декабря 1971 года, место съёмок — Гонконг. Брюс Ли. Потерянное интервью. Брюс Ли стоит перед дилеммой. Он на пике своей славы в Америке. Ему предстоит сниматься в сериале, но он уже завоевал признательность поклонников здесь, в Гонконге. Чему он отдаст предпочтение, Востоку или Западу? С подобной проблемой хотело бы столкнуться большинство начинающих актёров. Это шоу Пьера Бёртона. Мы снимаем нашу программу в самых крупных мировых столицах. И сегодня мы находимся в Гонконге. Гость сегодняшнего выпуска — человек, который преподавал каратэ, дзюдо и китайский бокс. Джеймсу Гарнеру, Стиву МакКуину, Ли Марвину и Джеймсу Коберну. Новая суперзвезда из Китая, известная на Западе по сериалам «Бэтмен», «Зелёный шершень», «Лонг-стрит» и «Айронсайд». Его зовут Брюс Ли, и он даже не знает Путунхуа. Давайте дадим слово Пьеру. Скажи, как ты снимаешься в китайских фильмах, не зная Путунхуа? Ну, прежде всего я говорю исключительно на кантонском диалекте. А значит, есть существенная разница в произношении и тому подобном. Значит, в фильмах накладывают чужие голоса? Верно, верно. Это просто открываешь рот? А тебя не смущает, что когда ты идёшь в кино, особенно в своём родном Гонконге, что ты смотришь на себя с чужим голосом? Не особо, ведь большую часть фильмов здесь всё равно дублируют на Путунхуа. Всё дублируют? Конечно. В этом плане фильмы попросту снимают без звука. Так что разницы никакой. Значит, ты всё время неправильно артикулируешь? Да, в этом и состоит основная трудность. Понимаешь, на кантонском некоторые слова произносятся иначе, нежели на Путунхуа. Ага. И мне приходится прибегать в речи к чему-то похожему, чтобы создавалось нужное впечатление. Искать что-то, что совпадало бы с Путунхуа. Как в старом немом кино, да? Как в старом немом кино. Но я считаю, что дубляж фильма всё равно получается неестественным. Да, я с тобой согласен. Для меня кино – это в первую очередь движение. Ну да. И я считаю, что диалогов в принципе должно быть как можно меньше. А ты сам много дублированных фильмов посмотрел до того, как снялся в своём первом фильме? Да, да, да. И каково твое впечатление от увиденного? Я должен признать, что качество достаточно сильно хромает. Но в то же время замечу, что оно постепенно повышается, приближается к тому стандарту, который я называю качеством. Говорят, что секрет твоего успеха в том фильме, в фильме «Большой босс», который произвёл фурор и вознёс тебя на пик слава в Азии, в том, что ты сражался без дублёров. Как знаток многих боевых искусств в Китае, что ты думал об увиденном в фильмах до того, как стал известной личностью? Конечно же, в самом начале я совсем не планировал, что то, чем я занимался, тогда и занимаюсь до сих пор, приведёт к тому, чем я занимаюсь сейчас. Это да. Но сами боевые искусства несут в себе глубокий смысл. По крайней мере, для моей жизни.